Последствия ДТП в Польше. Три человека погибли. Более 30 в больнице у пострадавших травмы средней тяжести. Прокуратура возбудила уголовное дело против водителя автобуса. Что ему грозит, расскажет наш корреспондент Галина Якушко. Она в Польше. Наталья не может забыть этот ужас. Вместе с дочерью она оказалась зажата под автобусом. Я была под автобусом, спина и нога. А дочка зажата полностью под автобусом. Когда люди, каждый врятовав своих, она за каждым разом кричала. Потому что они ходили по автобусу. И тиснули ей ногу. Потом мужчины, которые были в том автобусе, раскатали автобус. Велезла из первого наряда. Дочка сифонила кровь с головы. Так бухала, что она была червона вниз. Наталья и еще полсотни украинцев ехали на экскурсию в Вену из Львова. Около полуночи на территории подкарпатского воеводства, 40 км от Перемышля, автобус вылетел с дорожной полосы, снес опору и покатился со склона. Пострадавшие, говорят, водитель даже не пытался остановиться. Не видно было, что он хоть трошечки, как-то сказать, завернул. И ехал просто ревно. И когда мы ударились, я так понимаю, что там был какой-то защитный заборчик. И когда был удар, автобус просто начал вот так по горі крутиться. Потому что в середине оно все так черное, сирое, черное, сирое. И так ты себе так вот, и все, и зупинка. Люди не были привязаны пасками. Люди просто летали по автобусу. Это была как правильная машина. Сейчас в больнице 10 украинцев. У них травмы средней тяжести. Некоторым придется провести в палате еще неделю. Остальных пострадавших, в том числе и семерых детей, уже выписали. У нескольких человек сильные травмы лица и живота. У некоторых повреждены конечности. Пациентов в тяжелом состоянии не было. В прокуратуре Перемышля уже допросили водителя автобуса. По предварительным данным, он превысил скорость в несколько раз. При разрешенных 30 ехал около 80 км в час. Дорожных знаков не увидел якобы из-за тумана. Его арестовали. Своей вины не признает. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Открыли уголовное производство по факту умышленного ДТП. По словам пострадавших, водитель ехал по незапланированному маршруту. Якобы из-за того, что на границе были очереди. Водитель автобуса общаться с нами отказался. Галина Якушко, Марьяна Солодовченко. Подробности телеканал Интерпольша. Редактор субтитров А.Семкин